Радуйся 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 Ив вторя стаджествовán, Ив вторя стаджествовán, Ив вторя стаджествовán. Субтитры создавал DimaTorzok Как нас Он возлюбил Как нас Он возлюбил Как нас, как нас Он возлюбил Радуйся, мир, Господь придет Радуйся, мир, Господь придет Примирь скорей, царя царя И пойте Новый Гим И пойте Новый Гим Ибо младенец родился нам Сын дан нам Владычество на раменах его И нарекут ему имя чудный советник Бог крепкий, отец вечности, князь мира Аллилуйя, слава Богу, дорогие друзья Прекрасно сегодня всех видеть В этот замечательный, прекрасный Утрешний день Давайте мы еще расскажем Слава Богу Благодарение Богу И сегодня сердца наши радуются В этом, в мире, в нашей стране И сегодня мы празднуем Рождество Иисуса Христа Для многих людей, знаете, это Это просто праздник, это просто подарки Это просто когда встречается Многие даже его не празднуют Но для нас, верующих людей, детей Божьих Это замечательный, чудесный праздник Когда мы вспоминаем Родился Спаситель миру Родился наш Спаситель Который оправдал нас И скупил воскрес для нашего оправдания И сегодня мы живы Сегодня мы имеем Божие благословения Потому что Он заботится о нас Мы рады приветствовать сегодня всех гостей Всех местных здесь В этом служении Пусть Дух Божий сегодня наполнит Ваше сердце этой чудесной радостью Этим миром, рожденного Спасителем Если есть здесь гости, можно просто руку поднять? Пожалуйста, мы хотим видеть, кто здесь Первый раз сегодня гости у нас в церкви Можно руку поднять? Спасибо, спасибо, есть вот там в серединке Спасибо, друзья Поэтому у нас сегодня Насыщенное служение Пение, стихотворение есть Поздравление Поэтому давайте мы просто поднимемся И поблагодарим Бога за прекрасное утро Это общение Чтобы Дух Божий сегодня работал на этом месте Отец Небесный Через Сына Твоего Иисуса Христа Мы стоим при лице Твоим с благодарностью Наши сердца, они переполнены радостью Господь, что родился младенец, родился Спасителем И мы сегодня вспоминаем, Господь Иисус Это чудесный день Мы не вспоминаем маленького младенца Но мы вспоминаем Спасителя нашего Иисуса Христа Который оставил славу неба Оставил хоры ангелов И пришел на эту грешную землю Воплотился в человека Стал как человек, Господь Для того, чтобы, Господь, стать жертвою Агнцем, который принес Себя ради нашего спасения И мы сегодня благодарим Но сегодня, Господь, мы празднуем праздник, Господь Рождение Твое Поэтому пусть каждое сердце Оно обновится, Господь, этой радостью Этим чудесным воспоминанием, Господь Что в мир пришел Спаситель Когда не ожидали его люди, Господь Ты явился и Ты возвестил это пастухам Господь, о рождении Твоего Сына Они пришли и они увидели это, Господь Сегодня мы каждый раз, когда вспоминаем Мы верою, видим совершившиеся события Боже мой И, Господь, наши сердца, они сегодня Переполнены хвалою, Господь Пусть на этом месте соорудится Жертвенник хвалы Усть прославляющих Твое святое имя И каждое сердце сегодня наполнится Твоей славой Прибудь на этом месте, Господь И наполни это место Твоей славой И Твоим присутствием Мы воздаем всю славу Тебе Потому что Ты един и достоин Отец и Дух Святой Аминь Святая ночь Сверкают ярко звезды В тиши ночной Нам родился Христов Весь мир тонул В грехе и беззакон Но Божий Сын Нам спасенье принес Надежда счастьем Сердцем наполняем Вдали гоним Грядущих дней заря О Человек Внимай Певцам Израиля О ночи О ночи Эстон Вара Рождество И свой мир Бог нам дашь Нас Бог спасает Несчастных и бездомных За всех людей Наш Господь пострадал Пусть без них славы Люд за словно реки Пусть каждый Богу С ралостью смешит Ты сквозь Господь Хвала Ему навеки Ему вся власть и честь Принадежит Ему Вся власть и честь Принадежит Ему Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя, поет земля и небеса. Хвала Тебе, наш Царь, Царей, Ночь Рождества, Спасителя. Аллилуйя, поет земля и небеса. Хвала Тебе, наш Царь, Ночь Рождества, Спасителя. Аллилуйя. 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 Наш Бог один достоин. 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 Аллилуйя, поет земля и небеса. Хвала Тебе, наш Царь, Царей, Ночь Рождества, Спасителя. Аллилуйя. Аллилуйя, поет земля и небеса. Хвала Тебе, наш Царь, Ночь Рождества, Спасителя. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Спаситель мой, Он рождет. Аллилуйя, Аллилуйя, Выше всех других имен, Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус Спаситель мой, Аллилуйя, Иисус Спаситель мой, Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус Спаситель мой, Аллилуйя, Иисус Спаситель мой, Аллилуйя. Господь, и мы поем, достоин Ты, достоин Ты, Отец. В каждый момент, Господь, Ты достоин, в трудности Господь, в воспитании Ты достоин, в счастье и радости Ты достоин, Господь. А с ним, Иисус, я достоин, Господь. Святой, 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 Боже, Син Иисус, Святой, 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 Боже, Син Иисус. Святой, 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 Боже, Син Иисус. Святой, 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 Боже, Син Иисус. Всемогущий, Бог великий, Господь славы, наполняй меня. Всемогущий, Бог великий, Господь славы, наполняй меня. Святой, 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 Боже, Син Иисус. Святой, 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 Боже, Син Иисус. Святой, Святой, Боже, Син Иисус. Группалу всемогущий, Бог великий, Господь слабый. Наполняй меня, всемогущий, Бог великий, Господь слабый. Наполняй меня, Бог великий, Господь слабый. На небе на земле нет подобного Тебе. 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 Всемогущий, Бог великий. Господь слабый, наполняй меня, всемогущий, Бог великий, Господь слабый. Наполняй меня. Субтитры создавал DimaTorzok Всемогущий, Бог великий, Господь слабый. Наполняй меня, всемогущий, Бог великий. Господь слабый, Господь слабый, наполняй меня. Всемогущий, Бог великий, Господь слабый, наполняй меня. Аллилуйя, Господь! Наполняй, Боже, мы просим Тебя, наполняй меня, наполняй нас. Господь, мы жаждем, Боже, быть с Тобой всегда. Твое присутствие для нас важно, дорого. Господь, благодарим Тебя, Бог, что сегодняшний день – это радостный день. День, когда мы можем быть вместе с церковью и праздновать, и радоваться, Господь, Твому пришествию на эту землю, Господь. Еще в очередной раз, Бог, наше сердце наполняется радостью. Дух Святой, мы благодарны Тебе, что Ты наполняешь наше сердце. Ты наполняешь наше сердце радостью Иисусе, Господе нашим. Бог, для нас сегодня благо петь Тебе, молиться Тебе, радоваться Тебе, говорить о Тебе, Господь, быть вокруг Тебя. Господь, для нас это сегодня радость. Мы переживаем Твое тепло, мы его ощущаем, Господь Божий. Мы переживаем Твою любовь на нас, Господь. Бог мой, это так приятно быть с Тобой в общении, Дух Святой, когда, Господь, мы окружены Твоей заботой, Боже, благословляем Твое имя, Господь, Ты великий и благословенный, Бог мой, для нас сегодня есть благо петь имени Твоему Всевышний и возвещать утром милость Твою, Господь, как благ Ты к нам, Господь, как благ Ты к любящим Тебя, Боже, благодарим Тебя за все, Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя за Твою великую любовь, которую Ты явил в Своем Сыне Иисусе. Благодарим Тебя, Господь, что именно Твоя величайшая любовь совершила это, приход Иисуса на эту землю. Господь, Твое явление простым людям, Господь, не в царских палатах, Господь, не где-то в каком-то шике и блеске, Господь, Ты пришел в простоте, в такой простоте, чтобы Бог, любой простой человек, он мог Тебя принять, он мог Тебя увидеть, он мог, Господь, приблизиться к Тебе. И мы благодарны Тебе за это, Господь. Мы благодарны Тебе, что, Боже, Ты призвал нас, несмотря на расу, несмотря на образование, несмотря на то, с какого мы рода, Господь. Бог мой, Ты призвал нас, Бог мой, потому что Ты возлюбил нас, Иисус. И для нас сегодня, Господь, это радостно. На самом деле мы радуемся, мы торжествуем, Господь, мы переживаем Тебя, Господь. Бог мой, как это приятно и как это хорошо. Господь, пусть сегодняшняя эта радость, она будет на всех, Господь, на всех, на всех, Господь, на всех людях, потому что мир, он лежит во зле. И много зла в этом мире, но знающие Тебя, они могут радоваться, и когда тяжело. И знающие Тебя могут радоваться, когда голод. И знающие Тебя могут радоваться, когда война. И знающие Тебя могут радоваться, когда болезни. И знающие Тебя, Господь, они могут радоваться, когда теряют своих близких или родных. Господь, и я благодарен, что Ты открылся для нас Пусть имя Твое во всем будет прославлено Великий Бог Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь, дорогая церковь, присаживайтесь Еще раз хочется поздравить вас с Рождеством С прекрасным праздником Merry Christmas Если для вас это не составляет труда Вы можете повернуться друг к другу Просто поздравьте, скажите, с Рождеством С праздником Рождества Будьте благословенны, благословите друг друга Это прекрасный праздник Особенно те люди, которые сегодня находятся Первый раз на богослужении Мы рады вас приветствовать Будьте благословенны Белый снег Кружится над землей Рождество Приходит нам с тобой Столько лет Ждала его земля Теперь и ты, и я Увидели тот свет И снова в сердце радость Рождества И музыкой наполнена земля И снова говорим И ты, и я С Рождеством тебя И снова в сердце радость Рождества Друг другу повторяем Ты и я Такие сердцу близкие слова С Рождеством С Рождеством тебя С Рождеством тебя С Рождеством Белый снег Растает без следа Рождеством Рождеством Нам вычеркнуть нельзя Новый свет Сияющей звезды Мы видим я и ты Две тысячи уж лет И снова в сердце радость Рождества И музыкой наполнена земля И снова говорим И ты, и я С Рождеством тебя И снова в сердце радость Рождества Друг другу повторяем Ты и я Такие сердцу близкие слова С Рождеством тебя С Рождеством тебя С Рождеством С Рождеством тебя С Рождеством тебя С Рождеством тебя И снова в сердце радость Рождества И снова в сердце радость Рождества И музыкой наполнена земля И снова говорим Говорим мы ты, и я С Рождеством тебя С Рождеством тебя И снова в сердце радость Рождества Друг другу повторяем Ты и я Такие сердцу близкие слова С Рождеством тебя С Рождеством тебя С Рождеством С Рождеством Мир в вашем доме На многие лета Благословим Благословим Это чудо С Рождеством Благословим Нам открыты небеса Время новое пришло Будем мы творить добро Три мудреца Помняли весь Царь Иудейский Родился на свет Взяли дары И за звездой Нас приглашают Иисусу с тобой Это чудо Рождества Вифлеемская звезда Поспешим за ней и мы Принесем к нам дары Это чудо Рождества Нам открыты небеса Время новое пришло Будем мы творить добро Тысячи звезд В небе ночном Только одна нас зовет За Христом Просто поверь Божьей любви И поскорее Иисусу приди Это чудо Рождества Вифлеемская звезда Поспешим за ней и мы Принесем кресту горы Это чудо Рождества Нам открыты небеса Время новое пришло Будем мы творить добро Это чудо Рождества Будем мы творить добро Будем мы творить добро Божьей любви Божьей любви Божьей любви И просторами тихи Туда не засияли свет Божьей любви И огнем за спасение По слухам возвести Иисусу Бог Бриотесь на радость Возвещаю всегда От слов День и Света замирали сердца. Спешите, Бог и Бог, вы владельца найти, И родными родился Он Спаситель земли. Спаситель земли, Света замирали сердца. Спаситель земли, Света замирали сердца. Спаситель земли, Света замирали сердца. Слава Всевышнему! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Он спасение принес во смерти в славу Он нас спас С Рождеством Христовым Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитров А.Семкин 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 И у нас много молодежи, если вы знаете песню, можете с нами петь. Давайте, чтобы было легче, давайте встанем на ноги, чуть разомнять наши ноги, чтобы все надолго не сидеть. С нами пойти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 His name is Jesus His name is Jesus His name is Wonderful Counselor Almighty God His name is Wonderful Counselor Oh my God He is Counselor He is mighty God He is mighty God He is the Prince of Peace He is the Prince of Peace The omnipotent He is wonderful He is radiant He is radiant He is radiant He is radiant а Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Аминь Добавил DimaTorzok 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 Нет, я же, вы слышите, я говорю по-русски, вот, но святое, это что-то такое святое, такое нежное, прекрасно, поэтому разрешите мне поздравить вас святым Рождества Иисуса Христа, пусть Господь благословит ваши семьи, пусть Господь благословит вашу всю жизнь, вы знаете, это праздник мира, когда-то, 2000 лет назад, ангел проповедовал на полях Вифлеемский, он сказал, не бойтесь пастухам, я возвышаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне в городе Давидовом родился вам Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах лежащих, и написано, и здесь внезапно появилось множество ангелов, которые пели славу вышли к Богу, и на земле мир, в человеках благоволение, вы знаете, это что-то было необычайное, потому что с приходом Иисуса Христа даже звезды выстроились в другой порядок, значит, люди, которые смотрели за звездами, они увидели одну, какую-то интересную звезду, эта звезда привела больших людей с другой стороны, привела к дому, где они поклонились Иисусу Христу и принесли свои дары, вы знаете, пришло какое-то движение, Бог послал не только Сына, Он послал ангелов, которые проповедовали, которые пели, и вы знаете, с приходом Иисуса Христа пришла новая эра на планету Земля, пришло новое исчисление, и сегодня вспомните, вы знаете, мы люди живем уже в 21 веке, скажите, чье день рождения празднуете еще так долго, как Иисуса Христа? Знаете, были люди, которые, знаете, у нас Ленин был великий когда-то в нашем Советском Союзе, было время праздновали его и день рождения, а вот уже больше радуются, когда день смерти, бывает по-разному, знаете, иногда людей, ну, поднимают, потом бросают, но имя Иисус Христос, это имя, которое проповедуется, о котором празднуют две тысячи лет, и это никогда не забудет вся планета Земля, поэтому сегодня, конечно, мы будем говорить о нем, конечно, сегодня немаленький мальчик, я бы хотел, сегодня моя тема будет звучать так кратко, время быстро летит, ясли, крест и престол, ясли, о чем мы сегодня вспоминаем, крест, это его миссия, это его служение на Земле, и престол, поэтому, братья и сестры, в самом деле, это говорит о жизни и служении Иисуса Христа, это говорит о том времени, как Он явился на Землю, родился, а вернее сказать, Он воплотился, мы родились на Землю, потому что нас до этого не было, мы родились, когда папа с мамой женились, и все нормально, и мы родились, правда, но Иисус Христос, Он не родился, да, Он пришел через рождение, Он воплотился, потому что Он был от начала, Он был, когда еще никого из нас не было, Он был еще, когда Адама с Евою не было, Он был, когда начиналось или начинали творить Бог своим Сыном, вот эту планету Земля, это все воинство небесное, это всю вселенную, тогда Он уже был, и Он назывался мудрость, Он был мудростью, поэтому, братья и сестры, вот то, что сегодня мы празднуем до конца, мы не понимаем, и я не понимаю, знаете, уже христиане на протяжении 2000 лет, они пытаются как-то рассказать, спеть, песни звучать красивее, и каждый год новая песня, проповедь брать, готовятся, ну, как-то вот, знаете, мы очень маленько, ну, знаете, маленькая вершина большого айсберга, о чем мы сегодня можем говорить, вот, поэтому, знаете, Христос, Библия говорит, в двух местах я нахожу, где, говорится, очень понятно, что Иисус Христос – это Сын Божий, когда, вот, группа пела, или молодежь пела, о том, что Иисус Христос, Библия говорит, Исаии, шестая глава, или девятая глава, что младенец родился, а Сын Дан, правда? Он родился бэбиком, маленьким, и там даже с маленькой буквы написано, родился младенец, но Сын, с большой буквы, Сын Дан, и еще есть в Откровении одно место, говорится о звезда утренняя, это Иисус Христос, Он говорит, я прочитаю, чтобы я не сбился, потому что оборот такой интересный, смотрите, как здесь говорится, Иисус Христос говорит о себе, «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, я есть корень и потомок». Итак, корень Давида, это говорит о том, что Иисус Христос говорит, что я есть корень Давида, это говорит, что Иисус Христос был раньше, чем появился Давид, правильно, нет? Я есть корень Давида, а потом Он говорит, я есть потомок Давида, то есть Он произошел от колена этого, Он произошел от потомка, Он стал Сын Давиду, Поэтому это говорит о том, что Он и был, и есть, или когда пришел, был и человек, и был Бог. Вот поэтому сегодня мы, знаете, не должны остановиться в яслях, вот Он родился, и мы сегодня в яслях, Он маленький, знаете, подарочки мы даем, елочки ставим, и думать, что наш Христос всю жизнь такой, абсолютно нет. Он царь царей, и вот Бог богов, и поэтому я хочу сегодня, как я сказал, говорить о ясли, крест и престоле. Итак, читаю первое место от Луки, 2 глава. И родила сына своего, 1 стих, первенца испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице, 12 стих. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И 16 стих, и поспешно пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Итак, три раза в Новом Завете говорится слово ясли. Вот поэтому ясли это, куда родился, куда пришел наш Иисус Христос на землю. Знаете, Иисус Христос является большим подарком для планеты Земля. Бог, Библия говорит, что так возлюбил мир, что послал своего Сына Единородного, чтобы спасти тебя и меня. Чтобы дать тебе жизнь, чтобы дать мне жизнь, настоящую жизнь. Знаете, многие люди даже не знают, что настоящая жизнь возможна только с нашим Иисусом Христом. Знаете, когда люди не имеют Бога, они имеют внутри пустоту. Они имеют внутри вот большую дыру такую, как говорят некоторые богословы. И эту пустоту может заполнить не деньги, не слава, только великий Бог. И знаете, многие люди сегодня богаты, читаешь заметки, читаешь какие-то истории. Люди богаты, имея вершину славы или уже дошли до славы большой, они уходят с этой жизни с запиской. Я никому не нужен. Я чувствую себя одиноко. Почему? Да только по одной причине, что этим людям не открылся Бог. Вернее, они не познали Его. Потому что Бога мы, может, встречаем везде. Библия говорит, что небеса проповедуют славу Его. Когда мы смотрим на какой-то прекрасный цветок, мы можем узнать в этом цветке большого Творца, который все так идеально и прекрасно создал. И поэтому Иисус Христос является подарком для планеты Земля. И Библия говорит, что этот подарок, как и мы ложим под елки, мы его заматываем и ложим его под елочку. Точно так Иисус Христос был обвит пеленами, Его Мария обвела или спеленала в пелены и положила его в ясли. Библия говорит, что потому что не было и места в гостинице. Вы знаете, позже Он скажет, что пришел к своим, и свои не приняли Меня. Дальше Он говорит, в откровение се, стучу у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, я войду и буду вечерять. Не приняли. Евреи ждали, но не приняли, потому что не познали Его. Он должен был родиться, как царь царей, у богатых домах, у царских домах. Но Он родился в простых, вифлеемских яслях. И вы знаете, это сильное пророческое слово. В яслях рождаются овцы. Иисус Христос был предназначен для того, чтобы Его принесли в жертву, или чтобы Бог Его принес в жертву за грехи всех нас. И позже даже там Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет грех мира. Он родился в вифлееме. Слово вифлеем переводится как дом хлеба. Он позже скажет, я хлеб миру. Братья и сестры, как это все глубоко? Как это все? Ну, нам до конца не понять. Но Библия говорит, что Он чуть-чуть нам открыл. И мы так счастливы знать эту простую истину. Этот подарок положила Мария. И дальше мы знаем, что подарок всегда стоит какую-то цену. И когда мы читаем позже, когда его оценили в 30 сребреников, этот подарок. Так очень дешево. Это цена раба была. Но так люди оценили его. Но практически он не имеет цены. Это невозможно. Это даже глупо об этом говорить. Какую он имеет цену. Потому что он вечный. Он был. Есть и вечно будет. Он царь царей. Но почему же он так пришел? В простые ясли. Да люди не приняли. С другой стороны. Чтобы любой человек, богат или бедный, чтобы он мог войти в эту ясли. Потому что, знаете, в богатые дома. Это простая истина. Туда не... Пастухов туда бы не пустили. Но, знаете, вот пастухи удостоились первыми прийти и увидеть чудо. Первыми поклониться. Потому что ангел сказал, что вы найдете младенца, лежащего в яслях. Вы знаете, для пастухов ясли это очень обычно. Это очень простое. Они каждый день с этими яслями встречаются. Поэтому пастухы для вас знамение или этот знак, это ясли. Они туда очень смело пошли. Они сказали, давайте пойдем, посмотрим, о чем возвесил нам Господь. И они пришли. И увидели то, что никогда не видели раньше. Такого никогда, наверное, в их жизни не было. Чтобы младенец лежал в яслях. Какие-то люди молодые, девушка, женщина молодая. И, знаете, и когда они рассказывали все это, Библи говорит, что Мария слагала свое сердце. Она понимала что-то великое. Она знала, как ей ангел сказал, Мария, не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога. И зачнешь от Духа Святой, и родишь, и наречешь. И она все это сопоставляла. И она думает, Боже, что это такое? Как пела сегодня песня, Мария не знала. Она просто была послушана. Она сказала, вот раба твоя, да будет тебе, да будет мне по слову твоему. Она просто пошла верою дальше. И, знаете, и пришло благословение. Он родился в яслях. Это ясли говорят о великом смирении нашего Бога, нашего Иисуса Христа. Библия говорит, что Он смирился до смерти и смерти крестной. Он смирился. Он, будучи Богом, опустился на землю, оделся в нашу плоть, в наши одежды, ходил среди нас, прикасался к нам, люди прикасались к Нему. Это Он, Иисус Христос. И поэтому очень важно, братья мои, сестры, чтобы мы всегда знали, что Иисус Христос принял образ раба и по виду стал как человек и совершил эту прекрасную миссию благословения. Поэтому цените, дорогие, этот подарок. Через этот подарок мы обрели новую жизнь. Через этот подарок мы стали новым творением. Апостол Павел говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если бы не Господь, где были бы мы? Где был бы я? Я не знаю. И вы, наверное, даже трудно представить, если бы не Господь в нашей жизни. Но Он пришел. Он зашел. Мы Его приняли. Мы Его исповедовали. Мы сегодня собираемся, чтобы центром всех наших собраний был только Он. Никто из людей. Да, иногда нам хочется центр, чтобы на нас смотрели. Иногда нам хочется славы. Иногда нам что-то хочется. Это то, что приходит от плоти. Но наше понимание должно быть всегда, что центром каждого собрания, каждой нашей молитвы, каждой нашей проповеди и песни должен быть Он. Тот, который пришел в бедные вифлеемские ясли, но будучи царом царей. Тот, который пришел на эту землю, и знаете, дорогие мои, что в яслях был положен тот, который владычествовать будет над всей землей и над всеми небесами во веки веков. Правда, как-то так оно не сходится. Тот, кто должен царствовать, тот, кто будет царствовать, кто будет владычествовать, кто будет сидеть на престоле, и родился так низко, и так очень и очень бедно. Что же имел Иисус Христос на небесах? Ну, разве Ему не хватало чего-то? Там, знаете, все прекрасно. Там обитало, Он обитал в неприступном свете. Вы только можете представить, что мы на земле иногда видим, ну, видим всегда каждый день солнце, когда нет туч. И вы знаете, оно иногда такое яркое, даже трудно смотреть на его. Но там, Библия говорит, что света нет, солнца нет там. Там Бог светит. Там какой-то другой свет. Там полнота света. Там нет никакой тьмы. Библия говорит, что в Боге нет никакой тьмы. И поэтому Иисус Христос был в неприступном свете. Туда нельзя. Человек не может, наверное, приступить. Даже когда ангелы являлись, то люди не могли смотреть даже порой. Знаете, ну, ангелы приходили, чтобы их увидели, но если бы они пришли с той славой, которую они имели, конечно бы их даже ослепли глаза. Помните, когда-то Саввл и шел и встретил его Иисус Христос и сказал, Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? И Библия говорит, что он ослеп. Он увидел славу. Он увидел сильного Иисуса, которого гнал, которого не знал. Братья и сестры, вот такое сияние неприступного света, света там на небесах. Библия говорит, что ангелы служили ему и поклонялось воинство небесное на небесах. Вот там было вот такое поклонение. Ангелы поклонялись, все жители неба поклонялись, потому что это был номер два, если сказать, там на небесах. Бог и его Сын Иисус Христос. Он был в большой славе. Ему не нашлось места на земле. Ему не нашлось места в гостинице. Ему не нашлось места в роддоме. Все мы обычно в основном родились в роддомах, правда? Он даже так не... Ему так даже не пришлось родиться. Он родился просто по-нашему, по-украински в хлеву. Там запах, там овцы были. Наверное, пастухи выгнали, как раз и было место, потому что пастухи содержали ночную стражу в поле. Поэтому, дорогие мои, очень хочется, чтобы мы всегда помнили это. Первые пришли поклониться пастухи, которые получили вот эту новость. Поэтому, если ты сегодня хочешь иметь радость Рождества, посмотри на Его. Если ты сегодня устал в твоей жизни, если тебе нет радости, если тебе внутри вот какая-то пустота, сегодня, если ты хочешь поменять твою жизнь, ты должен поднять свои глаза и верою посмотреть на Рожденного, посмотреть на Иисуса Христа, который принес мир людям, который принес надежду людям, который принес смысл жизни, стержень жизни. И так хорошо, когда люди познали, тогда жизнь такая приятная. И даже когда, проходя скорби, проходя переживания, болезни, потери наших родных, смерти, все равно, сестры и братья, мы живем выше этих всех проблем. Мы живем выше всего этого, потому что у нас есть надежда, у нас есть Иисус Христос. И Он сказал, не покину тебя и не забуду тебя. И даже если мать тебя забудет, и даже если отец тебя оставит, Бог говорит в Своем Сыне Иисусе Христе, я вас никогда не забуду. Братья, сестры, ясли. Я бы хотел, чтобы мы не остановились в яслях. Жизнь Иисуса Христа пойдет дальше, потому что Он родился таким образом для особенной цели, для особенной работы. И я об этом хочу прочитать. Иоанна, 19 глава, 17 и 18 стих. «И неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное по-еврейски Голгофа. Там распяли Его, и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Лобное место по-арамейски череп. Вот лобное место по-арамейски – это череп. Знаете, это полность символов. Я как-то на преломлении говорил, что череп – это какой-то знак. Вы знаете знак какой-то организации. Это сатанинский знак, череп, кости. Но как раз Голгофа на этой черепе, на этом скелете или на этой голове формы, которую эта гора имела, стоял крест Иисуса Христа. Он породил его в голову. Это все так много значений, братья мои и сестры. Поэтому Иисус Христос не просто родился, чтобы Ему пастухи поклонились, а позже пришли волхвы, которые увидели звезду, и принесли дары. Все это было запланировано Богом, потому что позже Ему надо будет убегать у Египет, и все эти дары Ему очень сильно пригодятся, чтобы там прожить. Но это другая тема. Мы сегодня сейчас говорим о том, что Иисус Христос принял крест. Первое, мы говорили о яслях. Второе, мы говорим о кресте. Это так важно. Это была самая величайшая трагедия в мире. Человек убил Бога. Это что-то страшное было. Человек поднял руку на своего Творца. Они кричали, распни, распни его. Они ожидали. Они читали Тору. Они шатались, а вот так и читали. Заучили места на память. Придет Мессия. Они читали Исаию. Младенец родился, сын данным. И назовут ему. Но когда пришел, они не познали его. Они ожидали. Они ожидают еще, дорогие мои. Многие из них еще ожидают Мессию. В то время, как мы, язычники, уже ожидаем его второе пришествие. Они ожидают еще первое. Братья и сестры, сегодня у нас большая миссия. Мы, как церковь евангельская, мы должны проповедовать о любви Иисуса Христа. Мы должны проповедовать о том, который когда-то родился. И потом пришел на эту землю, взял крест и взял грехи всех людей. И пошел на Голгофу. Это было добровольно. Его никто не заставлял. Когда на небе было собрание, то Бог сказал, кто пойдет за нас? Иисус Христос выступил и сказал, Отче, я пойду исполнить твою волю, как в начале книги написали в свитке. Пойду исполнить волю твою. Братья и сестры, это была воля Божия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына, чтобы всякий верующий, здесь сидящий, не умер, не погиб, но имел жизнь вечную. Сестры, братья, подумайте это слово. Вечную. Мы так рады, когда мы живем сто лет, когда наши родные, знаете, мы празднуем, когда уже на день рождения на торт ставим три цифры. Ну, две обычно, там бывают 60, 70. Но когда три цифры, это уже долгожитель. Но слово вечность, это то, что Бог приготовил, Библия говорит, любящим Его. Давайте будем любить нашего Бога. Давайте будем поклоняться им. Давайте будем жить так, как учат Писание. Любить друг друга. Сегодня праздник, и мы должны всегда быть как на празднике. Ведь молитвенный дом или церковь, это место, где мы всегда переживаем праздник, или должны переживать. Потому что большего праздника, чем встреча с ним, нет на земле. Знаете, когда ты встречаешься, когда твое сердце горит, тебе так приятно. Поэтому, братья мои, сестры, Иисус Христос пришел на землю и умер. Крест говорит о скорби Отца. Крест говорит о великом грехе человечества. Вы знаете, когда мы смотрим на Голгофу, Голгоф – это маленькая картина, где говорится о большом падении человека. Это одна картина. А вторая, с другого угла, это огромная любовь Бога. Бог умер за творение. Бог умер за человека. Вот о чем говорит крест. Вот ради чего пришел Иисус Христос. Братья и сестры, это его служение. И Бог призвал нас, дорогие мои, каждый из нас призвал не просто посидеть у церкви, и не просто сказать, как хорошо группа пела. Спасибо, молодцы, группа. У нас больше, чем просто это. У нас должно быть служение. Мы должны служить людям. Мы должны служить Богу. А очень часто служение Богу, оно проявляется в служении людям. Как хочется, чтобы мы замечали тех людей, которые трудности переносят. Как хочется, чтобы мы видели тех, кто сегодня проливает слезы. Как хочется заметить тех, которые сегодня в одиночку борются, не могут справиться с каким-то искушением, и не могут никому открыться, потому что их, наверное, никто не сможет понять. Как хочется, чтобы мы были ответом. Каждый из нас, ты и я, ответом. Братья и сестры, не просто, знаете, как есть песня такая, не сыпь мне соль на рану. Давайте не будем такими людьми. Давайте будем мазать и леем раны людей. Давайте будем говорить добрые слова. Давайте будем учиться обнимать друг друга, кому трудно есть. Вы знаете, вот это и христианство. Мы же называемся братья и сестры. Это не просто красное словцо. Апостол Павел так называл. Да Иисус Христос говорил, друзья, вы мои ученики. Поэтому мы должны вот так жить, чтобы это не было, знаете, такое лицемерное. Фасад хороший, внутри червивее. Но так не хочется, чтобы было такое христианство. Мы живем в последнее время, братья и сестры. В последнее время. Вы посмотрите, что в мире делается. Вы посмотрите, сколько беззакония вываливается на землю. Вывалится просто с ада. И Христос хочет, чтобы ты и я были светом. Чтобы они как-то не замаскировали свету, тьму и как-то ходили среди этого. Нет, Он хочет, чтобы мы сияли, как светило. Потому что придет время, те, которые были верны на земле, они будут светить, как светило на тверде небесной. Ты и я, если мы останемся верными Богу, мы будем сиять. Целую вечность. Но сегодня мы живем там, где тьма. Там, где многие страдают, христиане из страны, сегодня хотелось бы помолиться за такие страны. Помолиться за Украину, Россию, Белоруссию. Боже, пусть придет остановка этой войны. Ведь ты князь мира. Ты сегодня на престоле сидишь. Почему сегодня так много? И люди говорят, а где был Бог? А где есть Бог? Да это выбор человечества. Бог никогда насильно не вмешивается и не влазит в жизнь ни любой страны, ни любой личности. Он нежно стучит. И если ты услышишь, и если ты скажешь, Боже, вводи в мою жизнь. Он говорит, что я приду и разделю вечеру. И тебе так будет приятно. Тебе жить захочется. Тебе петь захочется. Тебе любить захочется. Тебе хочется обнимать людей. Потому что пришел мир в твое сердце. Пришло благословение в твою жизнь. Ты познал начальника и совершителя твоей жизни. Ты познал того, который был, есть и вечно будет. И с которым, если мы оставимся верны, мы будем с ним жить. Братья и сестры, это благословение. Крест. Ясли. Это было начало его земного путешествия, земного служения. И оно привело к самой кульминации его служения. Ради этого он пришел. Это крест. Это крест. Крест положил начало новому народу, духовной церкви. Крест положил новую эру. Мы спасаемся уже не по делам, как это было до закона. И Павел говорит, вы спасаетесь по благодати, по доброте Божией. Это дар. Вообще, Бог любит давать дары. Иисус Христос, как я сказал, это был дар. Дух Святой, это тоже дар Духа Святого. Дар вечной жизни Бог дал для нас, это тоже дар. Бог любит давать подарки, братья и сестры. Бог любит давать подарки. И сегодня, если ты еще не имеешь Иисуса Христа в твоем сердце, эта проблема не в Боге. Эта проблема в тебе и только в тебе. И ты сегодня можешь обрести смысл жизни в этом собрании. Бог дал это время, чтобы ты услышал, что родился когда-то тот, который умер, который от ясель пришел до креста, который взял грехи всего мира, в которого плевали, в которого били, которого бичевали. И вы думаете, что это за его, за его грехи? Это мое там беззаконие было. Это твои грехи были на нем. Библия говорит, что Бог не смог смотреть, как отец на страдание своего сына и закрыл глаза. И позже он на кресте возовет, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня ставил от ногу? Один, один единственный Божий Сын совершил спасение за миллионы, за миллиарды людей на земле. И мы сегодня счастливы. Если сегодня в тебе нет радости, приди к кресту. Крест – это место, место, где происходит разрыв твоей старой жизни и приходит новая жизнь. Крест – это место, где ты можешь оставить бремя своих грехов и начать новую жизнь для Бога. Не зная Бога, ты идешь спиной в другую сторону от Бога, ты убегаешь от Бога. Но когда ты приходишь в Голгофе, когда ты смотришь на Его верою, ты обретаешь жизнь, ты получаешь прощение грехов, и ты уже следуешь за Ним, шаг за шагом. Это трудно порой бывает. Христос никогда не обещал легкой жизни Своим ученикам. Это было сложно, но это было благородно, это было благословенно. И конец всего этого пути, трудного пути, христианский путь усеян многими скорбями. Если даже взять нашу страну, Советский бывший Союз, сколько наших братьев, сестер, служителей, молодых братьев отдали свою жизнь за Господом. Нам сегодня легко. Но, братья и сестры, мне кажется, что как церковь начинала свое существование с гонения, почитайте первые главы Деяния Апостолов, мне кажется, так церковь закончит на земле свое существование. Бог ее убилит, Христос сделает ее победоносную, она будет сильная, может, она будет рассеянная, может, они будут собираться в домашних группах по несколько человек, может, не будет уже молитвенных домов, но она будет сильная, под главой мы будем стоять Иисус Христос. И я верю, братья и сестры, что мы пройдем. Я верю, что если мы искренне будем с собою, искренне с Богом, Бог поможет нам. Даже если мы спотыкаемся, даже если мы падаем где-то, но у нас есть желание, Боже, хочу и честь, ну нет силы, плотяка мучает меня, Боже, помоги. И знаете, Бог видит, Бог знает, и Бог хочет тебе помочь. Поэтому не забывайте никогда, знаете, сегодня мы празднуем, да, ясли, маленький мальчик, нам всяк все приятно, и многие люди остановились у яслей, но мы идем дальше, мы идем до Голгофи, потому что это смысл торжества, это смысл платы за грех, за человечество, это так прекрасно, братья и сестры. И поэтому очень важно, чтобы никогда не забыли крест Иисуса Христа и последнее престол. Пришло время, он умер, он воскрес, и потом Библия говорит, что он вознесся. И вознесясь, он сказал такие слова, возносясь, дана мне всякая власть на небе и на земле, сказал Иисус Христос, прошаясь своими учениками, дана мне всякая власть. Это значит, его престол стоит твердо. На этой земле идут много войн за престолы земные. Идут, значит, эти выборы, идут эти перегонки, идут эти дебаты, и все на обмане, и все на деньгах. Эти престолы нестабильны. Есть один престол, это престол нашего Господа. Он царь царей и Бог богов. И его последнее слово будет в истории. И Он изменит эту землю. И Библия говорит, и дела, и земля, и все дела на ней сгорят. Это будет. Но для вас, благовеющих, перед именем Моим взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его. И вы выйдете. Аллилуйя, братья мои, сестры, это тот, что приготовил Бог любящим ее, престол. Все земные престолы, как я сказал, очень нестабильные, очень переворот. Знаете, есть даже цары, которые праздновали сутки. Знаете, переворот совершился, поставили уже сутки, снова переворот, кого-то там снова не понравилось. Все это на этой земле. Но его престол непоколебим. Слава Иисусу Христу, братья и сестры. Подводя итог, Иисус Христос родился для нас в Яслях, что мы простые люди, деревенские. Многие из нас даже, вот я самый деревенский, наверное, из вас. Родился в маленькой деревне. Сейчас в этой деревне я приезжаю, то уже на кладбищах больше людей я знаю, чем тех, которые живут. Но Бог пришел когда-то в нашу деревню. Миссионеры принесли Евангелие. И я смог быть в церкви христианской. С детства. Это благословение. Простая деревня. Там, я не знаю, сейчас есть сто дворов людей, живут или нет. Но Бог каждый уголок. Библия говорит, и будет проповедано Евангелие по всей земле, восвидится всем народом. И тогда придет конец. Поэтому Иисус Христос родился в яслях для нас. Он прославил Отца на земле за нас или для нас. Он умер на кресте за нас, за наши грехи, или вместо нас. Мы должны были умереть. Но Он умер за нас. Он воскрес, Библия говорит, чтобы дать нам оправдание. Чтобы оправдать нас. Признать нас невиновными. Это благословение. Он вознесся, чтобы приготовить место. И мы живем в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. Он придет забрать своих. Те, которые ожидают. Те, которые молятся. Те, которые о нем думают. Те, которые живут согласно Евангелие. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог поможет. Поэтому благодари Бога за все это. Благодари за ясли, а не говорить, что Рождество Иисуса Христа пришло, или Он пришел на эту землю. Воплотился Сын Божий. Он принял одежду нашу. Плоть принял. Бог спрятался за плотью человека. Когда-то было в Старом Завете. Крест говорит о служении. Сестры, братья, давайте, так как Иисус Христос совершил свое служение, давайте мы будем совершать наше служение. Каждый из нас, сестры, братья, я еще говорю, хлеб жизни церковь, наша церковь, Бредов Лайф, должны каждый мембер служить, что-то делать во имя Иисуса Христа. Если вы еще не определились, если вы просто прихожанин, молитесь, стучите, приходите, нагружайте нас. И мы вместе будем искать, чтобы найти, к чему призвал вас Бог. Бог хочет, чтобы вы что-то делали. Бог хочет, Он призвал нас из милости. Библия говорит нас, язычеков, чтобы славили Его. Каким образом? Сидеть просто. Мы должны служить. Поэтому Иисус Христос, крест говорит о служении и престол говорит о славе. Придет время, что мы сядем с Ним на престоле славы. Если окажемся верными, если пройдем этот путь, если будем служить Ему, поэтому, братья и сестры, сейчас перед нами молитва. Помните три слова. Крест, то есть ясли, крест и престол. Ясли, крест и престол. Это говорит о жизни Иисуса Христа. Поэтому мы сейчас поклонимся не как ребеночку. Мы поклонимся тому, который царь царей и Бог богов. Знаете, в Рождестве много можно говорить, и время быстро летит. Это нам так приятно. Это любят детки, Рождество, подарки. Но хотел бы как бы закончить тем, что Рождество – это не елки, не подарки. Это не Дед Мороз. Это не Снегурочка. Рождество – это воплощение Сына Божия Иисуса Христа на земле. Вот что должно быть для нас Рождество. Мы иногда забываем за красивым елками. Да, я люблю елочку. У нас тоже есть елочка. Внуки любят. Но чтобы не остановились только так. О, елочка. Так хорошо моргает. Братья и сестры, смотря на этот свет на елочках, подумайте, вот мы должны так светить. Вот наша церковь должна светить вот так, примерно, как елочка. Много огней светить этому миру. Знаете, когда-то корабли не имели Navigation System, они и шли на маяк, который горел на берегу. Сегодня мы живем в темном море, в темном мире. Мы плывем по этому бушующему морю. Есть только один ориентир. Это Иисус Христос. Смотри на Него. Иногда ветры, иногда бури. Хочут взбить твой взгляд на что-то другое. Смотри на Иисуса Христа. Ты никогда не забудься. Не слышь, что сегодня люди говорят. Процветание проповедуют, знаете. И они даже забыли, что Иисус Христос когда-то сказал, птицы имеют унезда, а лисицы имеют норы, а сыну человечесу негде головы преклонить. Вот какое процветание показал нам Иисус Христос. Вот где эталон. Я не говорю, что Бог против богатства. Об этом мы не говорим. Но Бог хочет, Он как говорит, сын мой, сердце мне дай свое. Богу нужен твое сердце. Ему даже не нужны твои деньги. Вы знаете, когда мы даем это не Богу нашей. Бога, знаете, сколько золота? Он знает каждое золото в каждой горе. Здесь. Люди годами туда рыют где-то там и промахнулися метр и не попали и пошли снова за километр рыть. А Бог знает каждый клад на земле. Ему деньги не надо, ни твои, ни мои. Но Он учит нас, чтобы мы учились отдавать, чтобы наше сердце было правильно. Потому что однажды Бог отдал. Однажды Бог отдал своего сына самое ценное. Это не просто один доллар, который, как я как-то говорил, гуляет по церкви. Сток копюрова монет, она где-то там по ресторанам. А вот доллар она по церкви гуляет. Братья и сестры, давайте мы поймем смысл Рождества, это отдача. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего сына. И за это, я думаю, мы можем присоединиться к пастухам, присоединиться к мудрецам, присоединиться к миллионам верующих и преклонить наши колени и прославить его. Если у тебя сегодня, в этот прекрасный день, который мы вспоминаем, и нет мира в сердце, если ты еще никогда не отдал твое сердце Богу, скажу тебе, сегодня самый хороший день, день благоприятный. Библия называет этот день, день спасения. Не играй, не откладывай свое спасение на дальше. На следующий год не откладывай, не откладывай до дня твоего рождения и ты начнешь другую жизнь. Сегодня, этот прекрасный, чудесный день, когда собрана его церковь, когда собраны его дети, ты можешь сегодня прийти сюда. Это очень просто, алтар открыт. Здесь это не мы, здесь мы перед Богом. Бог дал нам этот дом, чтобы здесь люди получали спасение. И здесь это не наши заслуги, это заслуги того, который родился, который умер и воскрес и вознесся и сидит на престоле. Поэтому крест говорит о любви Божией. Поэтому, если ты желаешь сегодня начать твою жизнь, давайте мы преклонимся на колени перед ним, как пастухи когда-то. А если ты желаешь, если у тебя есть позы внутри, приди сюда, мы помолимся, ты обретешь новую жизнь, ты станешь новым человеком, ты станешь новой тварью во Христе Иисусе, старое все пройдет во имя Иисуса Христа. Знаете, праздник идет, это хорошо, а у некоторых людей есть двойные праздники, правда? Вот я хочу попросить сюда Каролина Филипенко. Пройди. Можно даже сюда. Ты хочешь здесь, да? Окей. Так хорошо? Окей. И Тима Ермакович. У нас учатся большие цветы, большие букеты. Да, вчера вечером состоялось обручение при согласии родителей Филипенко, Денис и Лена, пожалуйста, поднимитесь. Ну, как хотите. Это то, что они дают согласие. И другая семья, это Ермакович Нина и Адам. А где Адам? Сбежал? О, Адам, ты должен быть здесь. Возле Евы надо сидеть. Вот это и была проблема когда-то в Едемском саду. Так что двое молодых людей пожелали идти вместе. Свадьба намечается на лето где-то. Так что претензий нет. Хлопцы, девчата. Too late? Да, too late немножко, но если есть, то что будем разбирать. Хорошо. Так что мы благословляем, пусть Бог благословит. Мы давайте помолимся за этих, за эту молодую будущую семью, за тему и за Каролину. Да, пусть Бог благословит. Милосердие Божие. Продолжение следует...